МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будем работать вместе. Глава Чувашии встретился с вновь избранными депутатами Государственной Думы. На прививку 1-й класс. В республике продолжается вакцинация от гриппа. С Богом в Ибресенском районе действует православный туристический маршрут. Вопросы обеспечения безопасности на дорогах сегодня обсудили на рабочей встрече глава Чувашии и приволжский транспортный прокурор Тимур Кибеков. Глава республики отметил, что обеспечение транспортной безопасности для региональных властей является приоритетом. Ведется реконструкция трасс, реализуется программа «Безопасный город». Как результат, на дорогах республики снижается аварийность. На рабочей встрече обсудили и перспективы Чебоксарского аэропорта. Сегодня же глава Чувашии встретился с кандидатами в депутаты Госдумы, лидирующими по предварительным итогам голосования. Напомню, что по итогам выборов в парламент страны от Чувашии могут пройти представители двух партий. На них республиканская власть возлагает большие надежды, отметил Михаил Игнатьев. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Предварительные итоги выборов оглашены. Лидерами партийного голосования стали четыре человека. Депутатские мандаты они могут получить в ближайшие дни. Выборы признаны всеми участниками избирательной кампании легитимными. И партия «Единая Россия» оставила перед собой задачу в первую очередь легитимность, во вторую очередь результат. Поэтому очень здорово, что наши партнеры, Центральная избирательная комиссия, в лице госпожи Памфиловой, достаточно оперативно реагировала на все нарушения, потому что «Единая Россия» не была заинтересована в нарушении выборного законодательства. Поэтому мы действительно увеличили сейчас представительство в Государственной Думе. Предвыборная кампания позади, впереди кропотливая работа. Необходимо объединиться вместе, чтобы выполнить все наказы избирателей, отметил глава республики. Мы, как одна команда, теперь должны работать вместе с Государственной Думой, вместе с провинцием Российской Федерации, на благо жителей Чуварской Республики. Другой вариант у нас просто те избиратели, которые на самом деле ставили по содержательной части аргументированные вопросы, которые касаются вопросов происходящего жизнеобеспечения, соответственно. Где-то там по восходной части, может быть, где-то немалые финансовые средства, тоже мы будем учитывать. Мы тоже определились те наказы, которые не требуют значительных средств. Мы уже запланировали на этот год, чтобы это сделать. Как раз они еще формируются, пакеты этих наказов. Те наказы, которые требуют значительных средств, но возможно их использовать в рамках следующего года, это, конечно же, тоже будут учитываться. Ну и те наказы, которые требуют значительных финансовых средств, они в течение пяти лет, конечно же, должны взяться на контроль. Лидером голосования от партии «Справедливая Россия» вместе с Анатолием Аксаковым стал и действующий депутат Госсовета Республики Олег Николаев. Каждый депутат, не взирая из какой он партии, «Праведливая Россия» или «Единная Россия», ДПР, как его назвали, они, конечно же, должны работать прежде всего в соответствии с теми наказами, которые получили в ходе избирательных кампаний. Не только избирательных кампаний, хочу сказать, но пока еще действующие, наверное, депутаты Госсовета, и в ходе депутатской своей деятельности, наверное, Алена Игоревна, в ходе депутатской деятельности Госдумы Российской Федерации. Депутатам Госдумы нового созыва необходимо подключиться к вопросу финансирования с федерального бюджета грядучих юбилейных дат в истории республики. Задача всех нас вместе с вами четко работать, чтобы дальнейшего улезания денег не было. С федеральным центром необходимо налаживать тесные контакты. У депутатов есть все шансы стать членами рабочих групп и комиссий. Преспективный для республики проект «Моногорода». Этот статус может получить и Мариинский посад. Из федерального бюджета республика может получить средства на рекультивацию пехтулинской свалки, ремонт дорог, поддержку малого и среднего бизнеса. Народные избранники должны стать лоббистами региональных инициатив. Люди голосовали за стабильность. Мы обязаны конкультивно взаимодействовать. Взаимодействие в эту стабильность сохраняем. Очередное собрание Госдумы с 7-го созыва назначено на начало октября. В состав каких комитетов войдут депутаты от Чувашия, станет известно скоро. Медрик Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика. Итоги исполнения бюджета за 8 месяцев этого года обсудили на совещании в правительстве республики. Почти 30 миллиардов 350 миллионов рублей. Таков объем исполненных доходов консолидированного бюджета на 1 сентября 2016 года. Он составляет 103,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается собственного дохода по республиканскому бюджету, вот на этом слайде мы видим сегодня практически все налоговые доходы, они в зеленой зоне, с ростом идут к уровню прошлого года. И наибольший темп роста, как уже было сказано сегодня, что хорошая работа промышленности, конечно, нам позволяет, и мы поступление имеем по налогу на прибыль очень серьезным сростом. Это наибольший, так скажем, рост дает налог на прибыль 143% к уровню прошлого года. Также мы хорошие темпы роста имеем по акцизам, но в основном это связано с акцизом на нефтепродукты, потому что в текущем году у нас увеличились ставки по акцизам, и за счет этого тоже темпы роста не маленькие – 129,5% к уровню прошлого года. Более 9,5 миллиардов рублей составил объем безвозмездных поступлений. Что касается расходов, они выполнены в запланированных пределах. Расходы составили за этот период времени 22,426 миллионов рублей, 30% направлено на образование, 21,8% на социальную политику, 21% на здравоохранение и 15% по расходу ушли на поддержку национальной экономики. За 8 месяцев бюджет Чуваши исполнен с профицитом в сумме более 3,5 миллиардов рублей. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Олег Марков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ сегодня подписал глава Республики Михаил Игнатьев. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра строительства Максим Иванов. Если хочешь быть здоров, прививайся. В Чуваши идет кампания по вакцинации населению против гриппа. Подробности в следующем материале. Жалобы есть какие-нибудь у вас на сегодняшний день? Нет. Жалоб? Нет. А? А? Куру не красный. Перед вводом вакцины против гриппа общий осмотр обязателен. Измерить давление, прослушать дыхание. Человек должен быть здоров. Сотрудникам этой организации не нужно ехать в поликлинику, чтобы сделать прививку. Вся процедура проходит прямо на рабочем месте. На протяжении последних пяти лет мы практикуем вакцинацию. Понятно, что на добровольной основе среди своих работников. И это уже принесло свои плоды. Мы провели статистику. Действительно, уже по состоянию сегодняшний день. Мы практически свели к нулю наличие тех же самых больничных листов. Либо какие-то пропуски по причине болезни. И считаем, что для предприятия это достаточно важный показатель. Вакцинацию на предприятиях проводят на платной основе. Работодатели заключают договор с медицинской организацией. Бесплатно же привиться от гриппа могут некоторые сотрудники бюджетной сферы. Люди старше 60 лет или имеющие хронические заболевания. Беременные и дети всех возрастов. В детских садах для этого необходим лишь согласие родителей. В средней школе номер 61 кампанию по вакцинации только начали. Прививки делают целыми классами. Они должны защитить организм от вирусов гриппа двух типов. В прошлом году в первой четверти почти целую четверть школы не ходила. Прививку в прошлом году я не делала. Мне кажется, из-за этого я и заболела так сильно. Теперь я сделаю лучше. Прививку делаю каждый год. Не болей, все нормально. Я считаю, что нужно с ним прививаться. Прививают вакцинами российского производства. В их состав входят возбудители заболевания в ослабленном или убитом виде. Они способствуют выработке иммунитета. В этом эпидемическом сезоне Республиканский Минздрав планирует привить более 500 тысяч человек. В этом году вакцина поступила намного раньше, чем в прошлые годы. Она поступила уже в середине августа взрослой вакцины. И через неделю после взрослой поступила детская вакцина. Поэтому вакцинация в этом году началась своевременно. Ее надо проводить за 1-2 месяца до начала эпидподъема. В этом году ожидается эпидподъем с начала декабря. На сегодняшний день мы привили 50% от поступившей вакцины детской вакцины. Потому что там идет процесс согласия родителей. Поэтому все в свое время идет, все в свои сроки. И взрослые вакцины более 70%. Обезопасить себя в период эпидемии гриппа можно самостоятельно. Достаточно лишь обратиться в Республиканский центр семейной вакцинации или поликлинику по месту жительства. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов. Республика. Продолжается традиционная всероссийская осенняя акция «Живи лес». Ее цель – привлечь особое внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств. Акция предусматривает посадку деревьев, очистку леса от мусора, просветительские мероприятия и выставки. Одним из таких мероприятий стал День работников лесного хозяйства. Его участники обновили аллею вокруг Мурнарского районного дома культуры, посадив молодые ели. Яркой и красочной получилась выставка осенних даров природы. Команды лесничеств состязались в комбинированной эстафете, волейболе, армрестлинге. Впрочем, награды лесничьи получили не только за спортивные успехи, но и за производственные достижения. Стоит отметить, что в результате принятых мер по противодействию незаконной заготовки и обороту древесины объем незаконных рубок, выявленных в этом году, по сравнению с прошлыми годами уменьшился в 7,5 раз. 24 сентября Минприрода Чувашии проведет акцию «Живи лес» за Волжье на территории Чебоксарского лесничества. Посадка леса и очистка лесных территорий от мусора будут организованы во всех остальных лесничествах республики. Сотрудники Государственного исторического архива и Национальной библиотеки Чувашской республики презентовали уникальные электронные издания «Люди трудам» гордость Чувашии. Оно посвящено Году человека труда и людям, чей созидательный подвиг вошел в историю республики и страны. Их профессиональная деятельность проходила в непростое время. Революция, война, послевоенные пятилетки. Самоотверженно выполняли свой долг учителя, врачи, колхозники, рабочие, инженеры. Именно тогда зародилась добрая традиция поощрения за многолетний и добросовестный труд. Для передовиков были учреждены ряд наград, высшая из которых – герой социалистического труда. Таисия Афанасьева всю жизнь проработала предельщицей на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате. Чтобы ни одна машина, ни один станок не проставила, чтобы больше продукции старались давать. В субботники работали, в Вьетнаме была война, в Вьетнам работали, еще где-то. Все бесплатно работали, выходили сверхвоздь, оставались после вечерней смены, ночную смену. Ничего, очень хорошо было, прекрасно. Мне принадлежали даже своей семье. У нас свободного времени, свободного дня вообще не было. Свои выходные тоже занято было. В сборник вошли 203 биографических статьи о героях социалистического труда, о людях, включенных в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской ССР. Большинство из них уроженцы республики, но есть представители из других регионов и стран СНГ. Каждая статья подкреплена фотографией и электронными копиями архивных документов и газетных публикаций. Татьяна Филатова, Надежда Яковлева, Сергей Адушкина, Республика. В Ибресенском районе продолжают развивать православный туризм. В муниципалитете даже составили туристический маршрут по святым местам. Этот проект пользуется популярностью у жителей республики. Приезжают сюда и гости из других регионов. Что привлекает паломников в Ибресях, узнали мои коллеги. Монастырь, расположенный в лесной глуши, вековые храмы, целебные источники. Паломническая карта включает более 10 объектов. Церковь Казанской иконы Божьей Матери была возведена более 100 лет назад на месте сгоревшего деревянного храма. В разные годы обитель закрывалась, но отстоять ее верующим удалось. Службы не прекращались даже во время войны. Недавно в сельском приходе начали возрождать и забытые традиции. Храм наш в честь иконы Казанской Божьей Матери и предела Николы Чудотворца. Мы в Казанской Божьей Матери 21 июля празднуем здесь крестным ходом праздника. Народ собирается, празднуем все. Церковь Святого Николая в Ибресях тоже была восстановлена из пепла. Раньше в поселке действовал деревянный храм. 40 лет назад он сгорел дотла. Службы были прерваны надолго. Только в начале 90-х прихожане и меценаты собрали средства на строительство новой каменной церкви. Часовня Святой Троицы и Богоявление Господне в селе Новое Чурашево была построена также при помощи местных жителей и меценатов. Буквально за год всем миром удалось собрать более миллиона рублей. Инициатива этого постройки часовни была то, что здесь раньше в старину стоял храм. Он подальше немножко стоял. Там стоит памятный крест. И что бы там в ограде школы не видно. Поэтому хотели возвести это место, где много народу ходит и всем видно. Как говорится, или храм, или часовни – это красота села. И люди, пожилые особенно, не могут дойти до храма. Здесь они могут прийти, помолиться, свечки поставить. Очень популярной у верующих стала и церковь Святой Троицы в селе Малые Кармалы. Здесь хранится икона Иверской Божьей Матери. Ее называют чудотворной. Она была написана больше ста лет назад. В годы гонений на православную церковь икону удалось сохранить благодаря прихожанам. Эта икона до революции находилась в этой обители. После закрытия монастыря икона чудом сохранилась. Прихожанка села Малые Кармалы сохранила эту икону в деревне. И после открытия храма в Кармалах, в Маселе Малые Кармалы, эту икону передали уже в храм. Паломники из других регионов стремятся попасть и в деревню Сюрбеевка. Слава о местном роднике разнеслась далеко за пределы республики. Жители утверждают, что вода здесь обладает целебными свойствами. К источнику проложили деревянный мост, а недавно здесь возвели часовню и обустроили купель. За последнее время святые места и Бресенского района посетили больше тысячи туристов. Интерес к православному маршруту растет. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В Новочебоксарском художественном музее открылась выставка дипломных работ студентов Чебоксарского художественного училища. На ней представлены около ста произведений изобразительного искусства. За многолетнюю работу Чебоксарское художественное училище признано кузницей национальных художественных кадров. Работа выпускников училища в разных жанрах хорошо известна и в Чувашии, и за ее пределами. Сейчас организаторы выставки решили, что будет интересно показать и будущих, и уже сложившихся мастеров на стадии становления. Живопись и дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, театрально-декорационное искусство. Все эти работы выполнены выпускниками последних двух лет. Почти в каждой из них можно угадать время ее создателя. Я думаю, что самая главная ценность и самый главный интерес вызывает то, что такие выставки очень нечастые. Это и показатель уровня училища, а этот уровень, многочисленным отзывом, он очень высокий. И это представление новых лиц в художественной жизни республики. Это лиц очень интересных, очень талантливых, очень необычных по-своему. Это профессионалы и это люди, которые только выходят на творческую дорогу. Идея создания выставки давно витала в воздухе. Надо было только принять решение и воплотить желание в жизнь. Поделился директор Новочебоксарского историко-художественного музейного комплекса Александр Ильин. Толчком послужило приглашение принять участие в одной из дипломных комиссий. Директор училища Владимир Ануфриев подчеркнул, что это далеко не последняя выставка студенческих работ. И их проведение в дальнейшем будет доброй традицией. Это такой своеобразный отчет про дело на работе. Я очень благодарен коллективу художественного училища, благодарен преподавателям, тех, которые стоят у истоков, принимают еще юных, неотребших абитуриентов, которые приходят и не очень даже четко понимают, куда они пришли, чем они начинают заниматься, глубину всего этого. Изюминкой церемонии открытия выставки стал показ коллекции костюмов, подготовленной будущими специалистами театрально-декорационного искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ Выставка дипломных работ Чебоксарского художественного училища продлится в Ночебоксарском художественном музее до 16 октября. Родион Архипов, Олег Яхимов, Республика. АПЛОДИСМЕНТЫ В это воскресенье в Чувашии, как и во всей стране, состоится Всероссийский день бега кросс-наций. Спортивное мероприятие пройдет уже в 13-й раз. Ожидается около 60 тысяч участников. Ровно в полдень одновременный старт дадут во всех городах и районах Чувашии. Центральный забег состоится на набережной Чебоксарского залива. В этом году начальной точкой станет монумент матери-покровительницы. Маршрут такой – набережная, дамба, Красная площадь, пешеходный мост. Ожидается, что в столичном забеге примут участие не менее 15 тысяч человек. До 23 сентября регистрацию можно пройти на стадионе «Энергия». А в день забега в Чувашском драмтеатре до 11 утра. Победителей ждут традиционные награды, медали и памятные призы. На этом выпуск завершается. Все программы и новости доступны на нашем сайте ntrk21.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин